где находится мышца можно только самостоятельно увидеть почему так важно вот эта пациентка этиками потому что реальная боль в плечевом суставе вы хотели а я сказать можно сделать оперативное вмешательство можно сделать блокаду с гормональными препаратами а можно сделать просто шаг но это ведь разные вещи можно делать просто шаг и более исчезает но ведь надо же понять что произошло в организме почему когда нас лет ровненько боль выраженная когда оставит ногу боль исчезает можете надо как-то подумать и вот это принципиально важно мы попозже еще дальше пациентку а следом я хочу просто сейчас показать на примерах как важно правильно оценить как человек идет если человек при ходьбе ножку вперед вот это вот это вдруг наклоняет туловище в сторону в норме он не должен наклонять туловище в сторону начать с этой стороны включается мышцы которые компенсируют какое-то нарушение какое нарушение посмотрите это что думать это большая ягодичная мышца это слезы это разве то это разница сустава будет еще болит изовидный сустав доставим сострадание больного вот именно ой-ой-ой сильно больно было ну вот так мало взвизгнули никто не поверил вам уж порадуйте нас своим взвизгиванием ничто так не сна не радует как страдание ближнего вы же знаете так я хочу убедиться точно не стабильность таза является причиной я не знаю я делаю искусственную стабилизацию таза вместо ее мышц стоите хорошо стоите ну что проверим пациент с нами меньше прям практически она говорит вы не там давите вы не так давите никаких проблем одним движением руки чудеса одним движением руки освобождаем таз от стабилизации постучите ножками достаточно достаточно это можно было сразу увидеть потому как она пошла потому что ни один нормальный чек ножку в этот вперед при ходьбе в таком положении не будет наклонять ту еще сторону значит какая-то мышца включилась этой стороны у нее еще болит спина на просто об этом не знает это где-то вот здесь вот болит да она горит болит так я знаю что болит все это откуда вы знаете что бы да как же тут не знать если мышца укорачивается уважаемые коллеги не слишком сложно рассказываю если человек при ходьбе наклоняет туловища в сторону значит мышца же укорачивается есть она укорачивается она должна болеть а почему она болит потому что мышца которая должна включиться по какой-то причине не включилась и она ногу нет на эту ножку станьте ножка вы назад мнение вот эту ножку она ногу поднимает вместе с тазом вот так поднимает при каждом ходьбе при каждом шаге пациентки назначили лечебную ходьбу она прошла 5 км с наклоном таза и нейрохирург уже точит нож потому что когда квадратная мышца пенсика с одной стороны с другой стороны выдавливать межпозвонковые диски смысл что так и есть это законы биомеханики тут ничего лично уважаем тут ничего личного это законы биомеханики нельзя ходить какая лечебная ходьба я хочу чтобы поняли этот абсурд который делается вокруг нас ведь пациенты говорят врачи говорят будем лечить или пусть живет но ведь это же правда же боятся идти ходить больницы дать пока уже не дать они до последнего только почему потому что не разобравшись в причине сразу пытается убрать клинику а клиника это же язык более тоже язык нашего организма это единственная язык на котором тело на мой хоть что-то рассказать мы этот язык отрезаем обезболивающими гормональный препаратами анестетиками антидиспрессантами и предполагаем что человек сам выправиться он не может сам бы пресса потому что в мозге нет понимания как происходит движение чек поднимает руку она же не знает какими на мышцами поднимает то ли дельта виду то ли над плечем то ли еще чем то я только сама могу не что на вот так поднимает руку то есть начало понимать плечо а потом поднимает руку причем эта боль проходит только при паттерне шага То есть проблема в паттерне шага, который так реагирует плечо. Мы сейчас будем разбираться, почему, с какой стати движение ног влияет на плечевой сустав. Это совсем разные зоны, правда же? Ноги в одном месте или нет? Руки в другом месте или нет? Нет. Каким образом движение ног повлияло на плечевой сустав? Должна быть какая-то же связь, и мы должны эту связь знать, если мы хотим этому пациенту помочь.